всех приветствую на нашем канале очень рада что вы сегодняшний день проведете с нами мы сегодня идем в центр города покупать духи если я найду таковые и также герочки переправить туфли или как правильно сказать сандалии мы купили в обычном магазине сандалии и чтобы их превратить в ортопедическую обувь на один сантиметр выше мы соответственно несем шумахер и сейчас он должен одну сторону поднять на один сантиметр подошву как это будет выглядеть мы никогда этого не делали я не могу сказать и даже представить не могу как это все будет выглядеть но как получится как мы заберем это все обратно я думаю я их засниму и покажу вам что как это получилось как это происходит и так далее и даже не знаю сколько времени это будет длиться они сказали что это будет стоить около 50 евро и в общем да это кран конкасса не погашает не берет на себя эти расходы потому что они нам уже сделали одну обувь и вторую уличную и домашнюю но нам надо еще одну тоненькую такую на запас если вдруг он намочил как-то обувь либо я не знаю в пыли пролазил что их нужно помыть а в этих он может дальше бегать ну к примеру так потому что обувь у детей вы сами знаете что она очень износостойкая но очень быстро загрязняемая поэтому нужно до резервная обувь вот так выглядит домик этого господина которая занимается изготовлением обуви эта семья они уже три поколения минимум и все шумахеры шумахер это не водитель скоростного автомобиля а человек который изготавливает обувь вот такой старинный камин у них стоит в самом центре зала будем так говорить да здесь также ресепшен маленький такой и зал для продажи обуви а также я сегодня ходила по центру города чтобы найти себе какие-то духи но я даже не знаю как они называются честно вам скажу почему потому что к нам пришла в праксис одна женщина я от нее так пахло духами а была очень сильная жара и она зашла вот этот запах невероятный запах духов прям окутал всех нас мы аж выдохнули вау как круто я решила набраться наглости и спросить как называются эти духи чтобы она мне показала хотя бы название она с удовольствием так отзывчивые люди да здесь кстати могу заметить и она написала мне как это называется показала флакончик чтобы я запомнила я быстро сделала наброски этого флакончика что на нем нарисовано как он выглядит и название но название она немного неправильно написала но в общем да я что-то не додумалась сфотографировать этот флакончик и в общем получилось так что я прихожу в дуглас она горит в дугласе можете посмотреть но я пришла туда сказала она мне показать вообще другое вообще то что мне не нужно в принципе она горит но нету этой марки и тут значит она обратилась к своей работнице и говорит помоги пожалуйста может ты знаешь да вспомнила быстренько что мне надо и значит говорит да у нас года три назад были эти духи я думаю блин как круто нашли мне эти духи как они называются ну и в принципе на них как раз в интернете была 50 процентная скидка я их купила за 47 евро 100 миллилитров это было круто так они стоят в общем около 100 евро баночка вот это флакончик красивый и до 100 евро конечно жалко отдавать тем более я не знаю подойдет ли мне этот запах или нет в общем с духами вам нужно сначала нанести на тело походить пару дней посмотреть понаблюдать за собой как вы ощущаете этот запах нравится он вам или не нравится нервирует он вашу нервную систему или нервирует а потом только покупать этот и я уже несколько раз такие промашки сделала ну я дешевые духи покупала до этого где-то за до 25 евро за бутылочку и в принципе вторые ничего некоторые прямо изжогу вызывают какую-то ну в общем да в любые духи нужно пробовать на себе даже если аромат вам нравится на других это не значит что он вам подойдет вот я его не пробуя потому что у них соответственно этого этих духов и этого аромата не было я заказала наобум честно скажу 100 миллилитровую бутылочку заказала и даже не знаю подойдет она мне вечеру я обещала нашему сыночку пойти на колесо обозрения в этот же день это все происходит среду это один день после садика мы сразу же пошли с ним кататься на карусели так как он давно уже просился ему нравится это колесо обозрения и ночью из нашего окна мы видим как она все сияет и переливая это выглядит круто он прям заболел им но мы пошли днем решили после садика чтобы вечером уже никуда не выдвигаться но ребенок остался доволен до невозможности и эмоции его переполняли и он решил еще второй раз сходить туда но я сказала второй раз ты пойдешь либо с элизабет либо с папой я остаюсь внизу поэтому просто когда я была им беременна была один такой момент у меня сильно я сидела на кровати смотрела то ли кино то ли что-то и у меня сильно закружилась голова ощущение было такое что сзади кто-то тебя толкнул и ты падаешь в пропасть меня сильно начало тошнить и мы сразу же вызвали скорую потому что я даже встать не могла с постели у меня мне так было плохо но и вот после этого я сейчас осторожно отношусь вот к этим всем экстремальным видам катания и вообще подъемом каким-либо я стараюсь не делать стресс своему организму для чего мне это надо чтобы потом отлеживаться в больнице сейчас это не не самое удачное время лежать в больнице потому что мне надо работать и уже день мы забрали обувь сейчас это уже это видео вставлю ремонта не даже это не ремонт был а после улучшения до наворотов будем так говорить потому что это не реально не ремонт был потому что они были новые купленные только в другом магазине немного дешевле но у этого мастера обувь конечно дорогова стенька стоит минимум 70 евро и соответственно если еще делать подошву то выйдет минимум 100 евро да за все вместе взятые но в принципе ничего страшного эти деньги для нашего сыночка конечно же мы найдем он должен ходить нормально и иметь на запас это он сейчас находится в этой обуви сейчас пробую заснять если получится если не получится то ставлю отдельное видео они получились аккуратненькие он подошву снял наполовину нижнюю часть приклеил между ними вставил прокладку такую белого цвета и снизу подошву приклеил ту которая была и в принципе если в общем так смотреть разницы не видно сразу и не заметишь что разница есть или что-то переделывали потому что все в одном стиле и в одном цвет в одной цветовой гамме вернувший домой после центра города после парфюмерного магазина мне звонок поступил и сказали что вам уже обувь сделали приходите и забирайте ее ну соответственно мы после того как девочку забрали из садика вернулись опять в центр города мы планировали на колесо попасть и за сразу убили несколько зайцев одним выстрелом сходили забрали обувь за обувь отдали 45 евро за одну сторону нам только нужно было правую сторону увеличить на один сантиметр ну и в принципе расчет был по карте нам выписали чек и все в принципе наши отношения на этом закончены да здесь это очень просто делается и в принципе не надо так как от аукакасы нам не нужно было никакого ждать подтверждения обычно это длится минимум неделю рассмотрение вашей обуви или заявки а тут все быстренько произошло так как мы оплачиваем это все сами но соответственно обувь получилось а как всегда на высшем уровне очень красиво аккуратненько сделано и главное быстро а девчонки кто спрашивал вернемся опять и к духам здесь в германии очень принято когда ты приходишь допустим магазин заказ делаешь даже если ты его еще не получил на руки сразу же рассчитываешься допустим по карте или наличными тебе выписывают чек и все в принципе когда приходит заказ ты приходишь его и забираешь также и с обувью это происходит также и с книгами также из парфюмерии и если надо даже с одеждой ты сначала оплачиваешь а потом получаешь либо есть другой вариант допустим если у тебя есть желание приходить обратно в магазин то ты можешь заказать прийти посмотреть попробовать если оно тебе подходит то оплачиваешь и также с книгами точно такая же история ты заказываешь книги когда они приходят тебе они либо сразу берут оплату либо после того как доставят но чаще всего они после того как доставляют уберут с вас оплату когда вы уже приходите просматриваете подходит не подходит берете вы это не берете здесь проблем не составляет вообще отказаться от чего-то даже если вы это заказывали специально только для себя потому что ну не любят здесь людей ставить какое-то неудобное положение я тоже как-то писала об этом рассказывала что здесь объяснять не надо почему тебе не понравилось объяснительную какую-то писать иногда бывает такое что вас просят подписать документ что вы отказались от чего-то и все без объяснений без всяких претензий так далее всегда в магазинах больших возвращают вообще деньги без проблем без всяких объяснений без подписывания документов документы вы только подписываете тогда когда вы сделали покупку на большую сумму и пытаетесь вернуть допустим оплатили с карты а вам деньги возвращают наличными вот тогда иногда иногда заметьте просят подписать бумагу что вы реально получили эти деньги а в принципе никому ничего доказывать никогда не надо что не скажешь о том государстве откуда я приехала там постоянно нужно спорить было объяснять какие-то вплоть до суда доходили дела до чтобы что-то вернуть фликты какие-то ситуации не вступать проще оставить эту вещь себе и ни с кем не спорить не конфликтовать и так далее ну как то так здесь и же сейчас мы научились очень хорошо этим пользоваться не понравилась вещь и сохраняйте чек и возвращаете обратно особенно это классно работает со строительными магазинами вот допустим обычно покупаешь больше обоев чем тебе на проблема не составляет даже спустя вот ваш ремонт вы приносите это обратно в строительный магазин и вам возвращают за ваш оставшийся один рулон обоев день элементарно то что вам уже не нужно больше это можно вполне реально легально и без всяких нервов и без всяких доказательств и так далее это мне здесь очень очень нравится после того как мы покатались на все обозрения посмотрели окрестности получили обувь новую и тут день наш не закончился на этом мы попали в крангенхаус с герочкой герочка опять свернул себе всяком случае да сейчас он до сих пор до сегодняшнего дня не может встать на ногу ему рентген не стали делать потому что вы сами знаете что его облучать сильно нельзя и фактически вот при таких экстремальных ситуациях ему рентген просто не делают бинтуют ногу и оставляют это само собой заживать да нога чуть опухшая у него очень сильно первые три дня она болела но сейчас вроде как боль чуть-чуть улеглася но в любом случае до ребенок есть ребенок он двигается также активно он хочет бегать он передвигается сейчас на коленках но это не не освобождает его от того что он ударяет ногу об углы и так далее потому что он не привык в таком положении лялечки бегать на четвереньках вот сейчас пытаемся привыкнуть к новой ситуации но пока он лечится он конечно же с детский садик не ходит я решаю какие-то дела по ходу дела хоть у меня и отпуск особо сейчас не выйдешь из дома никуда ты не поедешь потому что обычно выбирались из дома с герочкой чтобы его выгулять чтобы как-то он выбегал свою энергию а тут получается так что далеко не выбежишь и таскать его на руках с первого по третий этаж это тоже как-то нерентабельно в общем сейчас развлекаемся только дома не прошло и буквально полтора дня как ко мне пришла почта дхл и привезли пакет там был внутри заказ мой духов также было два пробника одни мужские духи и другая водичка для увлажнения лица в общем приятности такие маленькие но они доставляют очень большую радость так как у нас на улице было очень влажно коробка пришла влажноватая и также видно было что ее вскрывали у нас очень часто посылки вскрывают либо на таможне либо между почтовыми отделениями чтобы проверить чтобы не пересылали в них наркотики и прочее поэтому видно что следы вскрытие с левой стороны а также что скотчем закрепили эти стороны в любом случае было очень приятно получить эту посылку с духами а также гудшайн от этого дугласа на 15 процентов на следующую покупку духов или еще чего-то что мне понадобится в общем я очень рада духи оказались шикарнейшими запах не ощущается но вот этот шлейф запаха остается это круто все девчонки всем пока пока всех люблю целую не забывайте подписываться на наш канал ставить классы и делиться этим видео с друзьями пока пока